Итак, всем привет, с вами ДубК, и продолжаем мы играть за Францию в Age of Emperialism. В прошлой серии мы уже подготовились к войне, настроили военную промышленность, все еще и достраиваем, в принципе, и достраивать будем вообще не так долго, потому что у нас уже слоты подзаканчиваются, но в целом еще нормально так. И мы уже планируем наступательное действие, потому что Германия начала войну с Дунайской Федерацией. А это значит, что нам пора должен нападать на Германию. Я уже сделал здесь планирование, раскидал генералов, наш флот перестал тренироваться, чтобы мы подкрепили себе горючего. Более того, я бы даже, наверное, горючее пока что купал до полного запаса. Вот, кроме того, я вместо колонии решил вот до сюда дойти, потому что этот баф очень сильный, минус 10 расхода припасов и 25 укрепленностей это много, ну и истощение тоже полезно. И я бы сюда вот еще вышел. Кроме того, вот сюда, то есть вот эти вот три фокуса мы обязательно хотим. Пойдем сначала в них, а потом уже продолжим с ресурсами заниматься. Можем, кстати говоря, оправдать цель войны вот так вот и так начать войну. И я думаю, именно так мы и сделаем. Давайте только подумаем, все ли я покрыл. Я такой здесь вот не делал никаких войск, но я думаю, Британия там справится сама. Здесь же я все-таки войска выделил. Ну, да, я думаю, мы готовы. Время возвращать нам Элизас, Латариньки и Танцик, раз уж можно его добавить без топ-политки. Но пока мы делаем КП и фокусы, я думаю, мы подождем, пока мы фокусы сделаем. Ну, кстати говоря, еще мы за одну доктрину качнем. Я тут немножко пошаманил уже докторинами. И, собственно говоря, это время мы будем производить самолеты. Ну и как раз-таки танки доукоплектовать, потому что у нас еще их не совсем достаточно. У нас, мы добавили САУ в нашей дивизии. Кстати говоря, я вижу, у нас хрома не хватает, давайте его закупим обязательно. В Бразилии можно без канавы вторковать. Это, видимо, потому что у нас есть... А нет, у нас нету тут территории. Любопытно. Ну ладно, можем торговать, так можем торговать. Это неплохо. Да, сейчас нефть закупим. Настроим самолетов, настроим САУ. Наша новая дивизия. Вот так вот выглядит. Я добавил все два САУ вместо двух танков. 42, теперь ширина фронта. Это пойдет. У нас много лесов в Германии западной. У нас огромные просто статы. И они еще подкачиваются, когда мы докачаем доктрины. Плюс я сюда еще поставлю поддержку ремонтную. Хотел бы я еще сделать, возможно, огнеметные танки, но уже, наверное, не успею. И Австрию проносят просто дико, а параллельно там уже капитулировала республика Чили. Как раз таки тоже из Содружества. Это страна. Тут война идет в Дании. Ну, наша цель пронести Германию. И мы, я думаю, будем более-менее к этому готовы. Опять-таки, если не получится самим, хотя я думаю, получится у нас хорошие войска. Единственное, танки еще не все полностью готовы. Мы еще недостаточно САУ сделали. Давайте, кстати говоря... Сделаем еще вот так, пожалуй. Вот, САУ нам еще надо делать. Но с ними точно будем готовы. Так, Британа, германский конфликт. Некоторые сомнения в отношении британской семьи. Имеет богатство в Германии. Ага. Официальное объединение фамилии. Ого. Сделать то, что было необходимо. Ну, я бы сказал... Не обязательно, не обязательно совсем. Так, КБ у нас готов. Сколько он будет действовать? А, навсегда. Отлично. Вот это отлично уже. Пускай еще немножко мы подготовимся. Я бы очень просто хотел танки доделать. Потому что с новыми танками, ну, у нас все будет прям намного-намного лучше. Всего остального у нас, в принципе, хватает. И даже имеются некоторые запасы. В том числе и бронетранспортеры, которые... Эти можно тоже поуменьшить, пожалуй, в году САУ. Пока что. Еще мы построим здесь нефтеперерабатывающие заводы. И я вижу, что они строятся... Вот здесь вот, в сооружении в регионе. То есть их можно строить отдельно, как и ядерные реакторы. Не занимаясь лоток. Вот это, кстати говоря, хорошее открытие. И я жалею, что я их не построил больше. Надо было, на самом деле, реально построить побольше. Убираю тут адмирала себе и понимаю, что вот этот парень, на самом деле, это хорош. Да, у него тут есть минус 10 опыта. Но вот эти вот бафы, плюс 30 атаки. Ну, 25 атаки, 10 скорости. Их другим генералам, адмиралам, точнее, просто к ней поставить. Вот в чем дело. Здесь есть вот этот, как альтернатива. Что у него уже есть превосходный тактик. И он сразу нам даст минусы метод. Я надеюсь, да, это не занерфлено, отлично. Но в лейте, в лейте лучше будет все-таки вот этот парень. И мы сразу ему давайте поставим атаку, потому что это сильно. Оба-на, а тут югославские амбиции. Порядок на Балканах. А, но они в нашем альянсе. И вот вопрос. Стоит ли нам уже пойти в Германию, да, атаковать? Кстати говоря, появляются новые улучшенные танки. Я так понимаю, радио улучшилось, да. Конечно же мы ставим их. Или все-таки дождаться? У нас все-таки и авиация не хватает, и танков. Но, но сейчас абсолютное большинство, кстати говоря, здесь российские дивизии, находятся забавный факт. Но они, я так, а, добровольцы, господи. Но и они просто там гуляют, как будто комфортно себе, ладно. Что-то очень странное. Но если мы будем слишком сильно ждать, долго, то мы просто не успеем в этот момент словить, когда Германия еще не перевела войска к нам, а мы уже можем напасть, ведь здесь нет войск. Здесь минимальные какие-то войска. Все здесь. Нужно этот момент ловить. Так что мы начинаем. И давайте-ка сразу все наши генералы, кроме вот этих, эти будут, я думаю, руками контролиться на всякий случай. Но в целом все отправляются в атаку. А, они еще не призвали. Окей. Так, это нет, это все мы отклоняем. Мы пока будем воевать сами себе. Так вот, Германская Азия вступает в войну. Хватит мне спамить, пожалуйста. Ждем, пока вступит германская Бельгия. А может мы можем сами напасть на них? Нет. К сожалению, не можем. Так что, если дождемся, думаю, они призовут. Итак, Марокко вроде призвали. А, но я не призвал своих ребят. Понял. Вот это другое дело. Теперь пойдут здесь тоже действия. Здесь, кстати говоря, вот этот нам... Тогда авиация здесь нам не нужна. А вот здесь вот нужна вполне себе. Что ж, полетели. А вот и Бельгия тоже. Ну, все немецкие силы вообще не здесь. Поэтому у нас очень реальные шансы пробиться без проблем. Наши, конечно, танковые дивизии просто, ну, распыляют немецкие силы. Просто посмотрите. Ночная атака. А это еще не прокачанная. Вот. Прокачанная. Вот такая вот у наших дивизий атака. Прекрасная. Я думаю, также стоит нажать вот эту кнопочку. Но не помешает, я бы сказал. Как минимум. И с этим мы должны увидеть, где у них флот действует. И у них, на самом деле, здесь вот есть флот. Вопрос. Насколько наш флот готов к прямому сопротивлению? Упыкновению, точнее. Не совсем еще. Нам нужно еще немножко самолетов вот этих. И хотел бы все-таки достроить себе тяжелые корабли. Потому что у нас тяжелого урона, ну, очень мало. Тут еще и авиации не хватает им. За той простой причине, кстати говоря, надо сюда примести часть наших самолетов. Это просто брехини, что я полагаю, их авиация здесь. Да, верно. И мы и в Италии одновременно тоже очень успешно пробиваемся. Давайте туда тоже хотя бы часть истребителей направ... А, нет, 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 нет. Куда самолеты не полетят. Куда они не полетят. Это точно. Но наши самолеты намного, намного сильнее их. Но их меньше. Их меньше, и это проблема. Но постепенно мы это должны исправить. Скорее говоря, американские добровольцы... Я вижу их в Италии северной. Очень неожиданно. А что вообще потерям? Вступление, смотрите, не так, что и много. Но это, наверное, потому что здесь не только немцы или их, потому что слишком мало. Но, в общем-то, Бельгия уже... Да, сдалась. И я думаю, очень скоро туда придет... Германия тоже сдастся, Нидерланды сдастся. Наши танки здесь чуть-чуть подосвободились. Но я переделал фронт, как вы можете видеть. Давайте-ка сделаем вот такой вот прорыв. Порежем здесь все снабжение, все линии, инфраструктуры для немецких войск, ликвидируем их. И потом уже пойдем полностью на восток. Говоря, здесь мы реку перешли. Удачно. И вот мы идем уже в Амстердам. Тут уже подкачиваемся, кстати говоря. А, нам нужно вот это прокачать еще, окей. Но я думаю, сейчас он сдастся. И нам бы, ну... А, ну, мы все бесконечно... Мы, в принципе, идем очень уверенно. Да, Нидерланды сдались. Давайте-ка. И можно окружить вот эти вот войска. Немецкие все войска в этот момент здесь находятся, как и итальянские. Лунацкая Федерация прекрасно справляется с задачей, которую мы и оставили. Сдерживать войска Респакта. В Африке тем временем тоже новости все хорошие. Здесь мы сквозь Италию пробиваемся потихоньку. В Марокко тоже неплохие вещи. Факс Американ. Ну-ка. Ага. Принечерная судьба, типа, они примерно политику новую ведут. К мировому господству. Ну, нет, это вы там можете что-то... А, это не мы, так мы, окей. Американцы могут себе что-то угодно придумывать, но мирового господства достигнутся французы. И мы даже не призываем в эту войну Россию, потому что... Зачем? Я думаю, хороший момент для того, чтобы попробовать с нашей авиацией поработать. Кстати говоря, стоит поставить вот так. Вот. Нет, ладно, вот так. Чтобы, в самом деле, как-то по-другому шло. Не хотелось бы мне попробовать вступить в бой. У нас, в принципе, шансы неплохие. У нас 4 авианосца полностью заряжены. Очень много морской авиации. То есть мы можем дополнительную морскую авиацию перебросить с авиабаз. Если говоря, стоит сюда нам... Так. Представляете, там к легенации новые страны, но это нам не сильно интересно. Ну, пока мы не находим никого. Забавно. А, нет. Ну, что-то нашли, но что-то очень мелкое, и оно успело уйти. Кстати говоря, мы нашли себе битву. Я бы сказал, не слишком хорошую, но нормальную. Самое главное, что наш адмирал качается, это то, что я и хотел увидеть. В целом, мы даже наносим им урон неплохой. И... Размерить мы даже позитивно, опять же. Подлодки я только не убрал из флота. Вот это, кстати говоря, критическая ошибка была. Очень критическая. Это нам дало минус размещения, мы из-за этого не смогли нормально их задамажить. Но все равно в плюсе, все равно в плюсе. Но давайте-ка мы, во-первых, уберем вот это. Во-вторых, пойдем ремонтироваться в какой-нибудь хороший док. А еще мы давайте займемся подлодками. Я их... Раз уж я их отделил, потому что я их должен был отделить, но это моя ошибка. Давайте-ка... Ими тоже займемся. Здесь адмирал и остальные такие себе все. Что нам остается? Ну, вот этого парня давайте поставим. Эти будут работать, которые чуть-чуть постарее в ближайших регионах, потому что там все еще немецкие корабли, видите, плавают. А уже вот эти, которые мы строили посовременнее, будут заниматься более дальней торговлей в глубоких океанах. Я не вижу особых проблем. Работа наше подлодок, окей. Так, здесь мы уже заняли всю Западную Европу, перешли уже в саму Германию. Поэтому нужно немножко реорганизовать нашу армию. Проверяю, что у нас тут по снабжению, по логистике. И вроде как ситуация более-менее нормальная. То есть, все у нас есть. Единственное, воздухом. У нас некоторые проблемы, но только по количеству. По качеству мы, очевидно, невероятно хороши. Сейчас мы этот флот починим, кстати говоря. Тут осталось немножко. И пойдем с британским, точнее с немецким флотом соревноваться в силе. Я думаю, мы победим. Потом и с британским посрединаемся. Только уже с новыми лейными крейсерами. Немцы захватывают Вены. Невероятное. Без президента за последние 500 лет события. Немецкие войска прорвали обороны Вены. Я понимаю, это что-то очень невероятное, но не знаю почему. Ну, допустим. Ну да, да смелось над ними Господь. Мы реорганизовали здесь. Можем начинать новое наступление. Новую фазу, я бы сказал, наступление. И, да, наши танки, конечно, уничтожают. Наши танки уничтожают, а мы идем дальше вот сюда, в спецназ. В то время наша армия в Италии пока что... Я оставил там наступление, пускай она пополнится. Кроме того, я много каких-то дивизий переделал в горняков. Шаблон тоже подставил. Я поставил им 27, все еще, потому что они будут воевать много где. Для города, конечно, не самое лучшее. Но, учитывая то, что мы просто ими воюем на пересеченной местности тоже различной, то пойдет. Эти размены, они безумные, конечно. Потому что, ну, мы реально хороши. И у нас еще и обнаружение отличное. У нас какие-то радары там есть. Но, если бы у нас было просто чуть-чуть побольше самолетов, как же мы бы их уничтожали? Ну, в этом и суть того, что мы начинаем их делать поздно. Они абсолютно побеждают, но их абсолютно меньше. И мы уже подходим к Берлину. И, собственно говоря, мы его взяли. Здесь не сразу показывается то, что мы... Начинаем. Вот, француз захватывает в Берлин. Берлин пал перед наступающими силами французской нации. Один из самых предстоящих городов в мире, но он уже в руинах. Это точно. И унесенный ветром фильмы какие-то... Вот видите, пишутся вроде 50-60. И, по-моему, они спряются, потому что мы наносим урон слишком быстро. Просто, чтобы оно обновлялось вовремя. Сколько вообще там по потери? Кстати говоря, у нас уже 300 тысяч потерь. Это солидно. Конечно, мы нанесли еще больше. Жалко нельзя вот сюда посмотреть и сразу увидеть общие. Я думаю, большая часть наших потерь, скорее всего, исходит из Италии. Давайте-ка посмотрим. Здесь какие потери? Мне просто любопытно. 70 тысяч из Италии. Я вам скажу. Из Африки и танков. Кстати говоря, из танков у нас, наверное, минимальные, да, 23. В Африке 60 тысяч потерь. Неприятно. Ну да, в Италии... В Италии очень много потерь, но в Европе тоже, на самом деле, немало. Танвой, кстати говоря, мы тапим просто шикарно, я считаю. Огромное количество здесь, огромное количество здесь. В Германии это очень действительно нервы. Но я не думаю, что это так сильно важно, потому что мы уже захватили Берлин. Мы уже скоро, в принципе, всю Германию капиталируем. Кроме того, мы тут в Дании нашими танками действуем. Один танк пойдет сюда, другой в Копенгаген. Нет у них и шанса их пробить. Конечно, под авиацией мы еще получаем урон некоторые. Но в целом... В целом, очень хорошая у нас ситуация. Я полагаю, да, Даня должна капитулировать. Так и произошло. Теперь можем здесь вот эти окруженные немецкие войска тоже уничтожить. Ну что, в Европе теперь новый лидер, и это Франция. Причем пока что все еще оспоримый. У нас еще есть Британия. Еще один забавный факт. После поражения Германии сдадутся вообще все. Не только... Не только Германия. Я думал, Италия еще и великая держава, но нет, она тоже не великая держава. Так что сдадутся реально все. И у нас будет преимущество на мирной конференции. Потому что, вы видите, и самолетов очень много потопили, и конвоев. И я бы хотел еще и кораблей, но, к сожалению, уже немцы из портов не вылазят, потому что у них их практически и не осталось. Вот в чем дело. У нас, к сожалению, нет 80%. Можно видеть только что здесь вот есть какие-то корабли. Но не более. Еще есть какие-то здесь вот. Зоны. Ну, все. О, вот и оно. Германия готова. А знаете, что мы еще можем сделать? Мы можем забрать весь немецкий флот. И с ним противостоять Британии. Но я думаю, мы займемся в первую очередь территориями. И на мирной конференции игра крашнулась. Попробуем еще раз. И в этот раз мы даже нашли какой-то флот. Правда, шведский. Немецкого здесь не нашлось. Но это тоже хороший кач. Очень даже. Мы сейчас, кстати говоря, да, его полностью уничтожили. Очень мощно. А самое главное, мы неплохо качаемся. Ну, нам надо, например, с одной тактикой прокачать и плюс-минус авиадиспетчера, чтобы нормально этим флотом воевать в будущем. А вот и датский флот тоже прекрасный кач. Японцы хотят больше зоны контроля. Смотрите-ка. Видимо, мы в этот раз капитулируем Германию чуть позже. И не успели сделать еще один фокус. И они хотят побольше территорий. И они одобрены Британией. Кстати говоря, один из вариантов, что можно было бы еще сделать, это позже капитулировать Германию, чтобы еще капитулировать перед этим Италию и Швецию. Чтобы получить побольше форскора. Но нет. Мы просто захватываем Германию. И игрок разнулся второй раз. Так что я подозреваю, что на этом все. Ну, я сейчас делаю, конечно, мир. Покажу вам мирную конференцию. То, что я примерно делаю. Но я не вижу возможности продолжить кампанию, потому что она крашится на моменте войны. На моменте замирения с Германией. Потери, кстати, в воздухе примерно вот такие вот. Вот что делает высокая атака с самолетами. Так, вот так вот выглядит мир. Мы здесь забираем некоторые острова в Тихом океане, потому что у нас на них хватило варскора. В Южной Америке мы делаем себе маринетку Юнисуэлы ради нефти. В Африке забираем итальянские колонии. Марокко оставляем Испании. К сожалению, вот этот остров мы тоже взять не смогли. Сардинию, Сицилию, их забирают себе Испания и Дунайская федерация. Но мы смогли взять под контроль себе всю Италию и практически всю Германию. На самом деле, в прошлых мирах у меня получалось как-то получше. Эти территории я смог контролировать тоже. Дания, Швеция, наши марионетки. И Италию, Германию мы также высвободили в марионетках, но марионетки есть дороже. Поэтому я захватывал. Нидерланды, Бельгия также наши марионетки. Иринская область, я считаю, может спокойно перейти во Францию, как это было при Наполеоне. Вот это вот выделится в пару марионеток. Восточную и Западную Германию, допустим. Благодаря тому, что мы полностью контролируем здесь проход, у нас есть прямое сообщение с нашим соединником России. И наш флот достроен, и мы готовы к противостоянию с Британией. Собственно говоря, наша армия тоже очень хороша. Дунайская же армия показалась недостаточно хорошей. У них недостаточно было танков и качественных самолетов. Следовательно, я думаю, наша война была бы достаточно успешной. Кроме того, Америка не приняла участие и пока что не выбрала свою сторону. Вот. Но на этом, я думаю, наше прохождение закончилось. Как я и говорил, при нажатии этой магической кнопки игра вылетает. Я надеюсь, что это сломалось что-то очень локальное вот в этой конкретно партии. И когда я буду проходить следующую партию за какую-нибудь другую страну в этом моде, такой проблемы не будет. Посмотрим. А с вами был Лабгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Хотел сказать я. Но партия... Ребята, мы смогли? Мы смогли? Финала не будет? Будет война с Британией? Отлично. Поехали. Но мои прошлые слова все равно остаются правдой. Редактор субтитров А.Семкин